МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Еще несколько лет назад мы говорили, что у нас каждый день в поликлинике приходят 120 тысяч человек. А сейчас эта цифра возросла уже до 200 тысяч. Поэтому мы не имеем права разочаровывать людей. Просторно, светло и уютно. Центр диспансеризации Одинцовской областной больницы встречает пациентов без очередей и толкучки. Всех, кто приходит сюда на обследование, просят заполнить анкету. Это нужно для врачей, чтобы получить как можно больше информации. Сразу за один день пройдешь всех специалистов. Куда лучше еще. За еще огромное-огромное спасибо за заботу такую. Нам, как старым людям, девятый десяток лет, нам всем уже... Мы родились во время войны, прожили эту войну. И чувствуем, и знаем, как тяжело детство проходило. И спасибо, что беспокоится начальство за нашу старость, чтобы мы были здоровенькими и прожили много лет. Жители округа довольны. Пациенты за два часа проходят необходимые обследования. Блок диспансеризации оснащен маммографом и флюорографом, аппаратом УЗИ, а также другим диагностическим оборудованием. С апреля здесь прошли диспансеризацию более пяти тысяч пациентов. Каждый случай индивидуален. Врачи не упускают деталей. Если там будут выявлены какие-то отклонения определенные, то уже терапевт, когда будет проводить телемедицинскую консультацию, в формате телемедицинской консультации сообщать об результатах анализа, давать рекомендации по лечению, по образу жизни, он сообщит, будет ли назначен второй этап. Сегодня в центр диспансеризации приехали жители поселка Лесной городок. Для них поездку организовал депутат «Единой России» Алексей Солдатенко. Алексей Васильевич взял на себя то, что он предоставит транспорт и поможет нашим жителям приехать сюда на диспансеризацию. И вот как раз через наши общественные организации мы говорим с нашими жителями о том, что есть такая возможность приехать, собраться все вместе и пройти диспансеризацию. Пациенты из Лесного городка прошли обследование быстро. Им провели все необходимые диагностические мероприятия – от процедуры измерения глазного давления до флюорографии и маммографии. В конце все они получили памятки и сувениры, а также пообщались с депутатами «Единой России». Действительно, это очень здорово, что появился такой центр. Он дает возможность в одном месте провести полное обследование и обратить внимание на те или иные проблемы. Поэтому мы действительно очень рады, что он открылся и будем надеяться, что от этого все мы, и вы, и мы будем более здоровы. В Одинцовской областной больнице продолжается капитальный ремонт хирургического отделения. После завершения в первом квартале 2025 года реанимационное отделение станет еще больше.